В грядущем Stray, безумный котофей, брошенный посреди давно позабытого кибергорода, столкнется со множеством опасностей и всё ради того, чтобы найти своих родных. Stray разрабатывается в французской студии Blue 12 Studios и будет издана Напурно Интерактив — компанией с невероятным послужным списком прорывных инди-хитов. Благодаря западным блогерам, которые присутствовали на предварительном показе приключенческого платформера «Головоломки» с участием продюсера Суона Мартина Рогетто, мы сможем подробно рассказать, что ждёт игроков. Управляя чаровательным рыжим котофеичем от третьего лица, вы будете на полную пользоваться его поразительной ловкостью, чтобы перемещаться по городу. Имени у катагониста, к сожалению, нет, так как он бездомный. Не знаю, может имя мы в итоге узнаем во время прохождения? На протяжении своего путешествия игроки будут решать головоломки, встречать интересных роботов и искать способ покинуть загадочный город, попутно узнавая о его прошлом. Во время презентации Мартин Рогетт подчеркнул, что Стрэй в первую очередь является игрой-приключением. Несмотря на то, что здесь есть квесты, головоломки и экшен, самый большой акцент делается именно на сюжете. Кроме того, не стоит обманываться обворожительной внешности усатого героя. Стрэй идеально выдерживает тон, уместно смешивая умиления с довольно тяжелыми взрослыми темами. Одиночество затерянного города настолько плотно висит в воздухе, что его можно потрогать лапами, а механические жители изо всех сил стараются выжить во всеобщем упадке. Этот баланс можно хорошо увидеть в самом геймплее. Большую часть времени вы будете неспешно перемещаться по улицам и крышам, созерцая мрачные пейзажи. Но иногда за котейкой начинают гнаться враги, и ему приходится стремительно спасаться бегством. Геймплей на Стрэй представляет собой типичный 3D-платформер с головоломками и экшен-сценами. В игре много локаций, в которых придется забираться на высокие здания. По их мнению, в Стрэй больше вертикальности, чем в большинстве других игр жанра. При этом весь платформинг был оптимизирован так, чтобы не раздражать игрока. В игровом процессе куда важнее маршрут, чем хирургические точные движения. Всякий раз, когда котейка прыгает, прыжок будет успешным. Разработчики не хотят, чтобы сложные маневры рушили погружение в их мрачный мир. Игроки должны сосредоточить свое внимание на том, как добраться из точки А в точку Б, пользуясь запутанными улочками города. Именно поиск пути является одним из самых больших элементов геймплея Стрэй. Усатый бродяга будет прыгать между крышами, ползать по зловонной канализации и даже пользоваться импровизированными зиплайнами, лишь бы поскорее выбраться из этого проклятого места. Кот может хватать предметы зубами, что иногда играет важную роль в решении головоломки. По-другому нельзя, ведь у него лапки. Вот, например, кот хватает ведро в зубы и сует его в классический вентилятор, чтобы заклинить его лопасти. Игроки также могут заручиться помощью дружелюбного дроида-компаньона B12, а также других механических товарищей, которых они встретят на пути, если возникла проблема с каким-нибудь предметом или препятствием. Он может разговаривать с другими роботами и переводить слова на кошачий. Это отличный способ раскрыть сюжет игры без ущерба общей концепции, поскольку в реальности кот точно не смог бы понимать андроидов. Разработчики добавили B12 в игру не только для того, чтобы он помогал рассказывать историю. Способности робота также дополнят набор навыков кота, позволяя игроку в том числе решать необычные головоломки. Головоломок и локаций, в которых нужно активно перепрыгивать между платформами, много, но при этом нужно не попасться на глаза враждебно настроенным роботам. Однако при желании игрок может просто свернуться в клубочек и отдыхать, поглядывая по сторонам, или заняться другими кошачьими делами. К сожалению, в превью разработчики уделили мало времени боевой системе и врагам. Тем не менее, они показали, что кота преследуют некие зерки — мелкие жабовидные создания, которых в том числе можно уничтожать. Целью разработчиков было сделать город Эстрей невероятно подробным и интерактивным. Сделать так, чтобы чем больше игроки исследовали, тем больше они узнавали об истории города и его жителях. Интересно, что сначала игра была вовсе не про кошку, всё началось с футуристического города. Источником вдохновения послужил Коулун, город-крепость, который контролировался триадами. Он когда-то существовал в Гонконге и был снесён в 1993 году. В этом городе жило очень много людей и была очень компактная застройка. Поэтому, когда художники начали экспериментировать с концепт-артами, то быстро поняли, что такое место идеально подходит для кошки. Да и в целом, проработка и дизайн игрового мира довольно неплохая. Окружение выглядит хорошо и интересно, благодаря потрясающей работе с освещением, цветом и небольшими деталями. Мартин Рогетт заявил, что Стрей будет вознаграждать любознательных игроков. Дизайнеры даже создали полноценный алфавит роботов, который можно расшифровать, открыв то, что игра называет воспоминаниями. С его помощью вы сможете расшифровывать текст, разбросанный по всей игре. Исследование также предназначено не только для обучения, так как игроки могут найти в Стрее множество интерактивных объектов, с которыми усатый бродяга с радостью побалуется. В Кибергороде нет людей, и он полностью заселён роботами, с которыми, впрочем, тоже интересно взаимодействовать. Можно послушать, как один из андроидов играет на гитаре, или посмотреть шахматную партию между двумя роботами, прервав её в решающий момент, раскидав все фигуры лапами, как и подобает коту. Персонажи Стрей глубже, чем вы могли бы ожидать. У летающего дроида B12, который будет помогать главному герою на протяжении всей игры, есть своя прописанная предыстория. Это же актуально и для любого другого робота, с которым столкнётся игрок, раскрывая всё больше лора, как о железных созданиях, так и о самом городе. Многие дроиды даже будут выдавать нашему усатому красавцу дополнительные задания. В превьюз Стрей продюсер продемонстрировал побочный квест, в котором игрок будет собирать цветы для группы детей-роботов, которые пытаются построить сад. В отличие от многих игр с главными героями-животными, Стрей сильно опирается на кошачий реализм. Это означает, что игроки испытывают как плюсы, так и минусы усатых навыков. Хотя такие вещи, как ловкость и скрытность могут быть хорошими качествами, другие особенности, вроде небольшого размера и отсутствия полноценного большого пальца, могут сделать некоторые действия невозможными. В этой дихотомии заключается важная игровая механика поиска помощи у окружающих. Дрон B12 может хранить у себя собранные предметы и активировать механические штуки, а роботы могут научить пользоваться определенными вещами, если вы их принесете. Большая часть беззаботной стороны Стрей заключается именно в более реалистичном взгляде на четырехлапого главного героя. Мартин Рагетт заявил, что почти у каждого в команде разработчиков есть хотя бы одна кошка. Более того, протагонисты срисовали скота, принадлежащего соучредителю B12, и девелоперы явно знакомы со всеми причудами наших порой капризных питомцев. Стрей даже побуждает игроков быть тем самым бесячим котом. Скидывайте предметы со столов, точите когти о разной поверхности, поспите, греясь в неудобном, но очень тёплом месте и т.д. Разработчики говорят, что особенно приятно эта возможность работает с DualSense. Модель движения кошки создана не с помощью технологии захвата движений, но отрисована вручную. Говорят, аниматор вдохновлялся своим котом-сфинксом. В игре даже есть специальная кнопка для мяуканья. Более того, игра понравится всем любителям кошек, потому что в ней нужно самому думать, как кошка. Например, в некоторых моментах игрокам предстоит царапаться в двери в течение определенного времени, чтобы её открыли и позволили войти. Самое забавное, то что при этом входить внутрь или выходить не обязательно. Ну, типа потому что вы кот. Стрей – это игра, созданная любителями кошек для любителей кошек. И главный герой и усатый бродяга-симпатяга лишь подчёркивает уникальность мира, позволяя игре ставить перед вами такие препятствия, которые человек просто физически не сможет преодолеть. Стрей выглядит как блестящее сочетание приключений, исследований, головоломок и квестов, действующих в рамках богатой и загадочной истории. И хотя сюжет игры пока что держится в тайне, но, судя по всему, игроков вряд ли ждёт долгое и изнурительное путешествие. Прохождение основного сюжета займёт примерно 7-8 часов. Если вы захотите получше изучить мир игры и открыть все секреты, то рассчитывайте примерно на 10 часов. Не знаю, как вы, но лично я игру сильно жду. Остаётся лишь надеяться, что после своего релиза 19 июля весь хайп не отправится прямиком в кошачий лоток. Конечно же и вы поделитесь мыслями, ждёте выхода этой игры про Котофея? В общем, давайте подискутируем про новинку в комментариях. Также будем рады видеть вас у нас в Телеграме и Дискорде. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами!